Команда Гоэн, люди на пресс! Ваши аплодисменты! Добрый вечер, друзья! Здравствуйте, здравствуйте! Ну и начать хотелось бы сразу с победного сложного танца. Итак, пять, шесть, семь, восемь! Изи! Ну все, пятое место уже в кармане, да? Короче, пацаны, я там с ребятишками за кулисами поговорил, и у меня теперь двенадцать новостей. Одна хорошая, вторая плохая, третья так себе, четвертая интересная, пятая, ну ничего так забавная, шестая нам коп вырезали. Восьмую я в ленте прочитал, девятая, то, что не было, седьмой, десятая, ну вообще, свистовая. Один с ту вы слышали, а двенадцатая, то, что новостей 24. С какой начнем? Давай, спокойно. Короче, сегодня победитель будет один, так что не обессудь. Стоп, 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 не хам, не хам! Победит одна команда! И пока меня не покалечили, давайте начнем, друзья! Победит, Игорь Ильич, еще раз добрый вечер! Ну что, друзья, это начало. Многие из вас в американских фильмах видели допросы по системе «хороший полицейский, плохой полицейский». Итак, представьте подобный допрос в русской полиции. Так, так и договаривались. Я хороший, ты плохой, все, понеслась. Послушай, мы твои друзья, давай с нами сотрудничать. Макс, ну... Сидай, фраер, беги, беги! Зарезали, чтоб все убивали, Раскреем на праздник мамушки крыла. Самая интеллектуальная наша миниатюра. Деревенский эрудит. О, дорогой, а что это такое? А это коровье. Зарезали, чтоб все убивали, Раскреем на праздник мамушки крыла. У родителей на Северочемском сын делает первые шаги. Сыночек маленький, мой Идика. Давай, давай, родной, еще шажок, еще шажок. Жена у нас опять в рот родился. Зарезали, чтоб все убивали, Раскреем на праздник мамушки крыла. Раскреем на праздник мамушки крыла. Лучше в дагестанской школе. Да, где ты пишешь завтра, где ты? Тем хотим, когда вырастим. Порезаем, каким он у нас? Что такое? Я закончил? Давай сюда. Вот, можно идти? Идти. Спасибо. Да, такое что? Что? Порез птичется через Б, О, Р, Е, С. Какой там ты космонавт? Зарезали, чтоб все убивали, Раскреем на праздник мамушки крыла. Раскреем на праздник мамушки крыла. Давай, копай, копай. Твой праздник с лиском плохо. А что, конечно, нет, вот че тут. Эй, ты туда! Писать с лопаткой. Давай, копай. Писать с лопаткой, Зарезали, чтоб все убивали. Раскреем на праздник мамушки крыла. Зал, ты для себя. То, что остается за кадром любого рэп-бадла. Меня так же, если никто не оскорблял. Успокойся, не трогал твою девушку. Твою мать хорошая женщина. Меня поделился. Ты же тоже меня обзывал. А она рассказала, ты у нас козел, и все. Итак, второй раз, ты все справа, начинайте. Слушай меня, пожалуйста. Ну и напоследок, узнаем себя. Батя, Батя, маленько подвыпил, и докапывается на сына. О, опа, дайди, 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 дайди. Ты мне, не, 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 спокойно. Сынок, Батя, Батя, бухнул, мне добороться. О, какой ботбул, какой бороться ты умеешь, Батя? Ты че, я же всю жизнь дрался. Ты дрался, сколько он был пьяный? Ну? Че это у тебя такое? Опа! Ой, давай, дайди, дайди. Так, ладно, все, облегчаем задачу. Будем драться без ног, без рук и без батечки. Че-то меня рубит, капец. Друзья, с электронной командой заходим в городка. А и закончить мы хотели быть так, как от нас никто не ожидает. Итак, гип города Пискетит. Друзья, сahlia, сгиб города Пискетит. Слюр Away, с Jungin bacteria. Субтитры Hackers & Bubba Pста. Вопросы задают много уважаемых членов жюри, и, как я понимаю, первым задаст свой интересный и смешной вопрос Сергей Лисовой, друзья, автор Смедлий Мур. Здравствуйте всем! Здрасте всем! Привет, кого не видел! Поздряя случаем, конечно, хотел бы поздравить всех девочек со 7 марта, прошедшим сням. Мальчик похлопает, конечно, и что вы там сидите, я привижу всех, кто не хлопает, вы не хлопает. Всех вас, девушки, кто здесь присутствует за 8 марта. В общем, такое дело, забыл совсем про 8 марта, не поздравил свою девушку, как мне ее вернуть? Руку сломала не она сразу же. Вот такой вопрос от Сергея. Забыл поздравить свою девушку с 8 марта, как ее вернуть? А как сломала Сергей? Всем же интересный сейчас она. Вот так вот. Как можно она, гололед. Отслабленный иммунитет. Да? Ну что ж, ответ от команды плохой и очень плохой. Сергей, повторяйте, пожалуйста. Как мне ее вернуть? Вот у тебя проблемы. У меня пати сидит. Но это уже не мои проблемы. Как мне ее вернуть? Да вернешь еще, не лампан же заложил. Отвечая команда, значит, пытаемся спокойно. Ответы команды люди напротив. Сергей, повторяйте, как мне ее вернуть. Как мне ее вернуть? Можно еще раз, пожалуйста. Как мне ее вернуть? Ну ты че? Зачем тебе ее возвращать? Ну ну смотри вокруг. Отвечая команда КВН Картина Репина. Как мне ее вернуть? Ну ты че? Зачем тебе ее возвращать? Ну смотри вокруг. Отлично. Я пришел на КВН вообще. Ответ от команды КВН Старе знакомый. Как мне ее вернуть? Ну ты номерок, давай позвони по бою, вернемся нормально. Позвольте. Хорошо. И ответ от команды КВН Кожа. Подожди, сначала вопрос. Кожа, как мне ее вернуть? Ну после 8 марта отрези эту придет. Такой девчонки, что я важный. И ответ от команды КВН Три Кота на мясо. Как мне ее вернуть? Да, Новосибирск, большой город, еще новый. Откуда. Это просто заметки, да, просто смерть. Вот есть еще один. Давайте последний ответ этот вопрос. Как мне ее вернуть? Пока идти. Отлично. 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 Капитан, пока тебе говорят вопрос, я обойдену. Капитан команды КВН. Экскурсия по городу Александра Штайна, друзья! Ура, друзья, здравствуйте всем. У меня очень серьезный вопрос. Да? Да, очень серьезный вопрос. Я собираюсь покупать автомобиль себе. Ну, ездить, чтобы гонять по городу. И вот, мне нужен совет от вас, как от автолюбителей, какой мне приобрести автомобиль. А тебе какие нравятся машины? Спортивные, седаны? Какие? Да на самом деле, никакие мне не нравятся. Это просто вопрос, я придумал, ничего не собираюсь покупать. Нет, почему собираюсь покупать? Правда. Ответ от команды КВН. Блохой, ты плохой? Скажи, какой автомобиль мне приобрести? Я тебе другое скажу. Батя сидит, аж на рулем сестра была. Вот, пока оказывается город КВН и юридические таланты, друзья. И своеобразные родители. Есть ли еще ответы? Есть ответ от команды КВН. В моем квартале все спокойно. Скажи, какой автомобиль мне приобрести? Зачем автомобиль? Лучше автобус, экскурсии водить по городу. Команда КВН год. Скажи, пожалуйста, какой автомобиль мне приобрести? Шади пешком. Как хорошо, что были шутки у вас, Александр, в эфире. Не было бы их, или бы песни Грузии. Ну что, есть еще какие-нибудь ответы? Есть ответ у команды КВН? Люди напротив. Скажи, пожалуйста, какой автомобиль мне приобрести? Нифига, вам новость бабок дают. А по ней все? Давай только не пробачиваю. А то слезы на глазах. Скажи, какой автомобиль мне приобрести? Девятка новичья. Света, морской волны, девяты, модели. В конце пацаны, пойдем, вы тоже сидите вот так. АПЛОДИСМЕНТЫ Вопрос задаем Евгений Юрьевич. Давайте вы зададите вопрос. Можно какой-нибудь, который уже был даже? Почему у меня не шестой айфон? Почему у Евгений не шестой айфон? Такой вопрос. Начнем с того, что у него в принципе Симминс лежит. А почему не шестой айфон? Как странно на сцене, не услышали, а там подсказывают. Странно сегодня. Ответ от команды. Старый знаком. Вопрос можно, пожалуйста, задать? Черт. Почему у меня не шестой айфон? Потому что у вас нет денег. Почему у меня не шестой айфон? Его батя в курсе по-любому. Ответ от команды. Против НГУ. Почему у меня не шестой айфон? Потому что вы работаете в муниципальном казенном учреждении. Вот так. Какое остальное, в этом с вами? И ответ от команды говорит Кожа. Почему у меня не шестой айфон? Будут у нас шестерки, будет шестой айфон. Я на полку команды из педагогического ингредиента. Яро. Есть ли еще ответы на столь простой вопрос? Есть, друзья? Есть ответ? Почему же у меня не шестой айфон? А, это что? Все, где-то у нас больше нет. Спасибо большое Евгению Ильичу. Давайте поаплодируем его всем. Евгений Сальцев, у вас нет вопросов? Он вопросов. Как, да? После хопа? После двух хоп. Давайте вопрос задает директор открытой лиги КВН Сергей Галки. Здравствуйте. Всем, вот Сергей сказал про звучательный праздник 8 марта. Я хочу отметить, что у нас хоккейный клуб Сибирь прошел второй раунд. Это хоккейный клуб Сибирь. Это хоккейный клуб Сибирь прошел второй раунд. Так, поэтому не так как вы, но если я живу с хоккеем, смотрю его, поэтому, знаете, у хоккейстов есть очень много традиций. И они говорят так, что наши хоккейсты сказали, что если они выиграют континентальную лигу Куба Гагарина, они побреются на усы. Вот что вы бы сделали, если выиграют клубок открытой лиги Новосибирска? У меня вот есть ответ для одной команды. Батю, руки. Откредит. Отвечает команда КВН Кожа. Что бы вы сделали для того, чтобы победить в открытой лиге Новосибирска? Ну, вы знаете, мы бы в Сочи поехали. Так, молодцы. И что, забыл вперед просто. Вроде бы сам придумал этот приз. Придумал. Чтобы вот команда хоккейная Сибирь, она бы побрилась с накидом, чтобы вы сделали, если бы выиграли кубок открытой лиги КВН. Отвечает команда КВН люди напротив. Спасибо вам всем, что объяснили. Что бы вы сделали, а не победил открытой лиги Новосибирска? Если мы победим в открытой лиге, то все остальные не побреются. Хорошо. Что бы сделать, если победить в открытой лиге Новосибирска? Против сестры показания дал. Аплодисменты, отвечает команда КВН, в моем квартале, все спокойно. А скажи, пожалуйста, ты переоделась? Ну, вопрос сейчас же. Вот. Скажи, что бы ты сделала, если выигрыш, что ты сделала, если выигрыш открытую лигу Новосибирска? А я бороду отпущу. Еще раз переоделась. Еще одна девушка отвечает. ДФКВН, картина Репина. Что ты сделаешь, если выиграешь открытую лигу Новосибирска? Да я бы накидалась. Отвечает команда КВН Старе знакомый. Что ты сделаешь, если выиграешь открытую лигу Новосибирска? Куплю шестой айфон. Сипек. Оп, какой мистер жоп. Евгению, слово, признаете себя довольны? Все, спасибо, Сергеев Камкин, друзья. Но что с вопросом задает Евгений Зайцев, автор самых искроменных и интересных вопросов? А, спасибо, но сегодня я и не подготовился, и поэтому вопрос такой... Эх, ни разу за два сезона не подготовился. Вот, какой бы вопрос мог задать взрослый дядька из жюри? Вот, отличный, отличный вопрос, я задал. Я за счет. Отвечает команда КВН Старе. Какой бы вопрос мог задать взрослый дядька из жюри? Венегрет свежий? Взрослый дядька, она символизируется с венегретом, понимаете? Отвечает команда КВН Старе, катаном мясо. Какой бы вопрос мог задать взрослый дядька из жюри? Не знаю, мы вообще с ним раз в них играем, а в копу готовимся. Вот, ответ от команды КВН. Плохой и очень плохой. Я прям чувствую, прям жду, как он подряд. Итак, какой вопрос мог бы задать взрослый дядька из жюри? О, а ты что, переоделась? Я считаю, что на попу не единая дочь, потому что задача для всех героев все разбитого облаченного поискетки. Команда готова, зрители готовы сияться. А это значит, что на отсеке команда КВН. Люди напротив! Дорогие друзья, многие из вас думают, что в Академгородке живут одни ботаники. Ну, вообще-то да. И тем не менее, прямо из Академсити. Группа Архимедовы Штаны! 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 Это Артём, он маленький сынок. Как-то в школе играли, пригадал бы, Чё за космос белый, и, конечно, пила. Ещё был Шпина, ещё Артур. Просто был у нас театральный класс. Я люблю фатенты, смотреть сендапы. Согласитесь, многие из вас, что вы будете с работы пораньше, притворяются войными. Я тоже так делаю. Но чтобы не поверили наверняка, я надеваю футболку и аудополиэт. Я ходил как-то в детстве на каратэ, На меня вперёд и выше чемпера. Я носу вот так, где вот так кирпич, Не особо мне это помогло. Свою девушку, хоть и вы, ну так вроде бы, Конечно же люблю. I believe I can fly, I believe I can down the sky. I can fly, I can fly, I can fly, I can fly. Так, подожди, Михаил, у тебя же нет девушки? Есть. Воу-воу-воу-воу! Вроде бы. А ещё и труп из голов я люблю, Иногда стучают нас, воверю. И он умрёт, а следует на меня. Ну и Джо Сноу тоже убил, кстати. В лесу много гулял я по дворе, И частенько играли мы совсем. Но прошли года и стоит сейчас Прямо перед вами Ержелёв Стас. Подожди, тебя зовут Гриша Удейка. Ну мне никогда не нравилось, что на старый язык. Но когда дверь открылась в мой кабинет, И в неё зашёл здоровенный мент, Подошли ко мне, а потом сказал, Андрюха, у нас труп, возможно, криминал. Следующий куплет подсвечается всем тем, Что в словах жёлтая камина и тандем Видит особый слезал. Вова, этот куплет нам освещает тебе. Я люблю Вову Путина, вроде, но Говорит, что мой удар исполнает оно, Но придумал я одно движение, И оно разлетелось во всей стране. Медвей в лесу! И я жду тебя! Эли короче! Можно спеть про поля, но правда поля, Это дело не хитрое, вуаля, Я бы точно смог, только точить мля, Когда переписываешь поп с нуля. Друзья, после игры кто-то пойдёт уселиться, Кто-то расстроится и пойдёт плакать. Мы просто пойдём спать. Архимедовы и странные люди напротив, спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ Ваши аплодисменты, друзья, команда КМН-ЛЮДИ Напротив! Можно вам дали громче! АПЛОДИСМЕНТЫ